Привет всем любителям стратегических игр! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и, возможно, вы стратегический жевжик. Наигравшись в ранний доступ в DUNE Spice Wars, спешу поделиться своими впечатлениями, если вдруг вы не видели аж 4 стрима за все 4 доступные на данный момент фракции. Кстати, ссылки на них в прикрепленном комментарии будут. Если кто-то ждал real-time стратегию, каковой были предыдущие DUNE, ну вот та самая первая DUNE 2, а потом Императора Аракиса, которые выходили, DUNE 2000, то вы будете разочарованы. На самом деле это Норсгард в космосе, точнее Норсгард на другой планете. Да, я знаю, что Норсгард это тоже real-time стратегия, тем более созданная Shira Games, теми же ребятами, кто и эту DUNE сделали. Но Норсгард очень неправильная real-time стратегия, медленная, медитативная. И поэтому, например, мне нравящиеся, потому что в нее могут нормально играть такие слоупоки, как я. И вообще, эта real-time стратегия почему-то по духу довольно близка именно по шаговым стратегиям. Вот и все лучшие черты Норсгарда берет DUNE. Конечно же, с поправкой на сейтинг пустынной планеты Аракиса, с новыми формами дипломатии, но увидеть и определить, откуда растут ножки, то бишь из Норсгарда, очень-очень легко. Ну и понятно, надо делать скидку на то, что это ранний доступ. Потому что в игре очень много дисбаланса, и некоторые пути достижения победы сейчас выглядят более простыми, чем другие. Вы выбираете одну из четырех доступных на данный момент фракций. Атрейдисов, Харконненов, Контрабандистов, по-английски они звучат Smugglers, или Фрименов. Выбираете двух советников из четырех, каждый со своим бонусом. И начинаете игру на карте, которая реально очень похожа на карту Норсгарда, только не зеленого цвета, а желтого песочного. Постепенно ваши орнитоптеры открывают соседние области, вы их изучаете, узнаете, что там есть, застраиваете необходимыми строениями, которые приносят вам необходимые ресурсы, и, используя способности вашей фракции, идете к одному из трех видов победы. Либо вы всех убиваете на карте, либо становитесь губернатором Дюны, считаете дипломатическая победа, либо просто достигаете 25 тысяч славы. На самом деле, тут это не слава называется, а гегемония. Причем убить всех вы можете не только, просто войсками напав на базу, но и используя шпионов, что, по-моему, можно считать практически четвертым видом победы. На карте вам мешают пустынные черви, шайхалуды, нейтральные племена, нейтральные фримены, да и другие фракции непременутно пасть на ваше поселение и его разграбить. Несмотря на ранний доступ, в игре действительно интересно находиться, потому что постоянно происходит много всего. Да, еще раз скажу, что вот это много всего несбалансировано и часто вызывает даже раздражение. Но это действительно простительно, и я даже вижу, как разработчики это будут в дальнейшем править и улучшать. Тем более, что Норсгард тоже выходил в раннем доступе и примерно находился в таком же состоянии, и уже тогда в него было интересно играть. Поэтому то, что Дюну будут поддерживать и Широ Геймс будут игру полировать, у меня в этом нет сомнений. Тем более, они уже обещали даже новые фракции. Мне кажется, игра должна понравиться и поклонникам книжного первоисточника, и поклонникам фильмов по Дюне, так и тем, кто с этой вселенной не знаком. Вопрос, могу ли я рекомендовать игру прямо сейчас. Но в техническом плане есть проблема в том, что на поздних стадиях игры все-таки Дюна пока довольно сильно лагает. Если вначале у вас честные 60 фпс, то во второй половине начинает и до 15 падать. Что удивительно, потому что движок, я думаю, тот же, что и в Норсгарде. А Норсгард никогда так сильно не тормозил. Во-вторых, уже упомянуто отсутствие баланса, но на данный момент мультиплеера в игре нету, а он обещается. И против компьютера это не так сильно чувствуется. Играть все равно интересно. С другой стороны, вот сыграв 4 партии, даже на самом высоком уровне сложности, я уже примерно понимаю, как надо сейчас развиваться, и сложность ушла. Тем не менее, находиться в игре интересно все равно. И уж точно Дюна Spice Wars стоит тех денег, за которую ее продают в Стиме. Не знаю, может имеет смысл подождать немножко, чтобы игру отполировали, но я не думаю, что вы разочаруетесь, сыграв в нее сейчас. Особенно, если вам нравится Норсгард. Понятно, я и в дальнейшем буду на канале выкладывать видео по этой игре, когда будут появляться какие-то обновления, новые фракции. Ну а сейчас очень многообещающий старт в раннем доступе. Так что, если вы пропустили на моем канале стримы, обязательно обратите внимание на Дюн Спайс Ворс. На этом все. Играйте в умные игры и слава Украине! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok